Как происходит оформление земельного участка? Первое – это сбор нужных документов потенциального собственника. Второе – подача заявлений в орган местного самоуправления. Итак, семь пунктов, которые можно выполнить через МФЦ и Минимущество. Администрации и Назрани обещают посодействовать с вопросами оформления и оказать сопроводительную помощь. Сейчас я говорю о частном домовладении. На администрации города Назрани лежат функции, во-первых, для оформления объектов капитального строительства, выдачи уведомлений о начале строительства и по окончанию строительства, выдачи уведомлений об окончании строительства. Так как нам всем известно, основные функции оформления земельного участка на сегодняшний день они переданы Министерству имущественного отношения Республики Ингушетия. Но, тем не менее, так как администрация является тем органом, который подтверждает, можно так сказать, издает постановление о подтверждении адреса частного домовладения, нами проводится и эта работа. По запросу нами также выдаются выписки из по хозяйственному учету. Предполагается, в будущем создание единого окна интернет-портал позволит гражданам избежать суеты и долгих очередей, а компетентным службам более детальнее обследовать другие важные вопросы. В свою очередь администрация города Назрани оказывает всяческое содействие жителям города Назрани при оформлении земельного участка и домовладения. Каждый человек, который к нам обращается, он находится на контроле, так как нам, главой города, в частности, не как куратору этого вопроса, дано поручение не задерживать процедуру оформления, оказывать всяческое содействие жителям. Также цель удешевления вопроса разработки технического плана. К нами проведено несколько встреч с кадастровыми инженерами. Они пошли нам навстречу и в разы удешевили вопрос разработки технического плана домовладения, в том числе и проведения межевых работ. 1 марта программа социальной газификации стала бессрочной. Федеральный проект, в рамках которого полностью отменили оплату за подключение от магистральной трубы до границ участка. Но чтобы провести газ, необходимо иметь при себе правоустанавливающие документы. На территории города, в основном в районе новостроек, активно ведется работа по догазификации. За прошлый год Газпром по республике Ингушетия подано 116 заявок по догазификации района новостроек. Из этих 116 заявок рассмотрено на сегодняшний день 86 заявок. То есть по 86 заявкам уже составлены договора об исполнении догазификации до границ земельного участка. Работы, проведенные по 66 заявкам, из этих 86 заявок, по 66 заявкам уже до границ земельного участка газоснабжения доведено. По 12 домам уже газ подан. Как сделать межевание земельного участка? Кто его проводит? Какие документы нужны? При оформлении прав собственности у граждан возникают трудности, связанные с тем, что нигде не прописан порядок сбора документов. Часто из-за незнания процедуры приходится получать один и тот же документ несколько раз. При этом у всех различные сроки действия. И дожидаясь получения одного, другие становятся недействительными. Вопросов и проблем может возникнуть масса. Разобраться с некоторыми и помочь попробуют в городской мэрии. Специалисты земельного архитектуры и отдела градостроительства готовы принять жителей с понедельника по пятницу. На экране вы видите номера телефонов работников, ответственных за оказание помощи по оформлению земельных участков и объектов недвижимости на территории. Адамережков, Сулейм Костоев, Новости 24.